Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Очередное заседание оперативного штаба состоялось по видеоконференции. Как во время пандемии передвигаться на общественном транспорте, расскажем в ближайшее время. Из-за коронавируса многие торговые точки закрыты, но те, кто работают, регулярно проходят проверки. Подробнее в нашем сюжете. О каких правилах безопасности не стоит забывать на самоизоляции, напомнят Луиза Е. Зарян. А теперь подробнее об этих и других новостях. Службы и ведомства Люберецкого округа продолжают работать в режиме повышенной готовности. Текущие вопросы обсудили на очередном заседании оперативного штаба. Его провели в формате видеоконференции. За прошедшую неделю в межмуниципальном управлении Люберецкой поступило 1850 обращений граждан. По данному обращению возбудено 26 уголовных дел. Совершено 28 ДТП с одним с пострадавшим. Так прошла неделя у Люберецких стражей порядка. Также в своем докладе Евгений Романцев отметил, что Пасха прошла без происшествий. У всех закрытых храмов дежурили наряды полицейских. 44 выезда по сигналу тревоги. Ликвидация четырех возгораний предстояла пожарным. Три из них произошли на территории Люберец. Не обошлось без жертв. Октябрьский проспел, дом 306, квартира 40. 15 апреля квартира на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. Спасен был в квартире гражданин 1960 года рождения. Получил многочисленные термические ожоги 60-70%. К сожалению, бригадой скорой помощи был заставлен в больницу в Томске. К сожалению, там скончался. Согласно утвержденному регламенту, в МКД округа проводится дезинфекция подъездов. За последнюю неделю наблюдалось значительное снижение жалоб жителей. Уборка и санитарная обработка мест общего пользования находятся под контролем региональной госжилинспекции и управления ЖКХ. Также управлением ЖКХ организована работа по вывозу твердокоммунальных отходов у лиц, находящихся на самоизоляции. Управление ЖКХ получает списки самоизолированных от Роспотребнадзора и пересылает их в ЕДС ЖКХ. ЕДС ЖКХ по методам обзвона лиц, находящихся на самоизоляции, доносит до них эту информацию и получает заявки по вывозу мусоров. Инфекция внесла существенные коррективы и в работу образовательных учреждений. Об этом доложила Виктория Бунтина. Рочное завершение учебного года не планируется. Хочу также отметить, что в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации, все всероссийские проверочные работы, которые были рассчитаны для 4, 5, 6, 7, 8, 10 классов, отменены в этот период времени и перенесены на осень 2020 года. Также произошли изменения в государственной итоговой аттестации. Теперь выпускники 9 классов вместо 4 экзаменов будут сдавать 2. Городские службы продолжают дезинфекцию остановок и общественного транспорта, проводят влажную уборку дорог и тротуаров, восстанавливают порванные ограничительные ленты. Луиза Игязарян, Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Представители администрации, МОС «Трансавто», а также сотрудники полиции и прокуратуры провели совместный рейд. Они проверили общественный транспорт, курсирующий по Алюберцам на соблюдение мер предосторожности в период эпидемии. Подробности в сюжете. Я могу подождать следующий автобус, например, если он битком. Но сейчас, в принципе, мало народу, так что можно ездить. Для пассажиров, которые относятся к ситуации менее ответственно, созданы вот такие предупреждающие стикеры. Соблюдение дистанции в общественном транспорте – вопрос очень важный. Кроме листовок с призывами придерживаться новых правил, руководство МОС «Трансавто» предприняло и другие радикальные меры. На маршруте 22, к примеру, временно не курсируют автобусы малого класса. На прошедшей неделе среднее количество пассажиров на рейс «Часпик» на нем составляло до 10 человек. Межпик где-то 3-5 пассажиров было. С сегодняшнего дня произошел в «Часпик» небольшой скачок пассажиропотока. И приняли оперативное решение, чтобы на этом маршруте работали автобусы большей вместимости. И сейчас вместо трех МК на маршруте работают три автобуса большого класса. Пассажиропоток снижается, а меры безопасности, наоборот, усиливаются. Водители общественного транспорта обязаны иметь при себе средства индивидуальной защиты. Терминал для безналичной оплаты должен работать бесперебойно. А пассажирам рекомендовано рассаживаться в шахматном порядке. Соблюдение таких простых, но важных правил позволит защитить здоровье и остановить вирус. Луиза Игазарян, Валерий Апсалямов, телеканал ЛРТ. С 22 апреля в московском регионе заработала автоматическая система проверки пропусков. Теперь для проезда на общественном транспорте необходимо ввести номер карты «Стрелка», «Тройка» и «Социальные карты» в цифровой пропуск. Владельцам личных и служебных авто тоже следует указать данные всех машин, которые будут использоваться для передвижения. Как действует новая система в Люберцах, расскажет наш корреспондент. Ранее это была просто рекомендация, а с сегодняшнего дня обязательное требование. Отныне оплата проезда на общественном транспорте возможна только с помощью карт «Стрелка», «Тройка» и «Социальные карты». Для того, чтобы пассажиры могли пользоваться ими, необходимо внести номера карт в свой цифровой пропуск. Всё, зарегистрировался, да? Да, всё. Хорошо, при выходе не забывайте. И при выходе тоже показать. Без прикрепления номеров карт в цифровой пропуск проезд на общественном транспорте невозможен. Эти ограничения введены до 1 мая. Такая же мера действует при поездках на автомобиле. В пропуске необходимо указать номера всех машин, которыми будет пользоваться водитель. Не надо, потому что есть люди, которым, как говорится, некуда деваться, и надо работать. А есть некоторые, которые просто от ничего делать ходят и распространяют эту заразу. Времени ушло, насколько я знаю, немного, потому что не я его оформлял, а мой работодатель. Ну, соответственно, всё там просто, всё элементарно. Ну, вот у меня ещё супруга тоже оформляла пропуск через СМС тоже. В общем, 5 минут и всё готово. Соблюдение этих мер находится под контролем. И при въезде в Люберце, и при выезде из округа дежурят патрули ГИБДД. Ещё раз хотел бы обратиться к нашим жителям. Будьте достаточно внимательны. Я просто прошу исполнять все те требования, которые сегодня выходят из правительства Московской области. Те постановления, которые сегодня подписывает губернатор области Андрей Юрьевич Воробьёв. А самое главное, нужно бережно относиться к своему здоровью, к здоровью своих близких. Привязать транспортную социальную карту или номер автомобиля можно в приложении госуслуги «Стоп коронавирус». Предварительно обновив его в App Store или Google Play. Если пропуск уже оформлен, то воспользуйтесь порталами «карта госуслуги.ру» или «пропуск у госуслуги.ру». При проверке пропусков маски в подарок. Сотрудники ГИБДД провели акцию, направленную на недопущение распространения коронавирусной инфекции. Инспекторы останавливали водителей и при проверке документов вручали им средства индивидуальной защиты. Участникам акции помогали глава округа Владимир Ружицкий и начальник Люберецкой ГИБДД Илья Атаманов. Акция под лозунгом «Мы рядом» прошла при въезде в Люберце со стороны Лермонтовского проспекта. С того момента, как в регионе ввели пропускной режим, здесь дежурят патрули ГИБДД. Но на этот раз инспекторы останавливают не только для того, чтобы проверить документы и QR-коды, но и вручить средства защиты от вируса. Принял решение такое, губернатор нашей области, как бы такую акцию провести. В сегодняшних условиях маска, она необходима. Здоровье это главное, здоровье это важнее всего. И когда мы будем соблюдать режим самоизоляции, тем быстрее все это закончится. Жители это должны знать, понимать. С 22 апреля в московском регионе заработала автоматическая система проверки пропусков. Теперь для проезда в общественном транспорте необходимо внести номера карт «Стрелка», «Тройка» и социальной карты в цифровой пропуск. Владельцам личных и служебных авто тоже следует указать данные всех машин, которые будут использоваться для передвижения. Временные ограничения вводят для того, чтобы остановить распространение вируса. А социальные акции, проводимые в этот период, еще раз доказывают. Только вместе и помогая друг другу, мы можем справиться с этой бедой. Анна Троян, Луиза Игеазарян и Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах временно приостановлена работа предприятий торговли сферы услуг общественного питания. Право продолжать свою деятельность имеют только продовольственные магазины, аптеки и предприятия, реализующие непродовольственные товары первой необходимости. Сотрудники администрации совместно с полицейскими регулярно проводят мониторинг городского округа. Наша съемочная группа присоединилась к очередному рейду. На этот раз под мониторинг попала улица Кирова. На этом участке города большое количество объектов, которые в нынешних условиях не имеют права работать. Двери непродовольственных магазинов, кафе и салонов красоты, как и положено, оказались закрытыми. В большей степени, конечно, пострадал бизнес. Это общественное питание, закрыты все рестораны, кафе, столовые, бары. Пострадало очень много предприятий, бытовых услуг. Закрыты три кинотеатра, которые у нас на территории города. Ограничения это временные. Сейчас пока у нас по документам это до 1 мая. Но работа объектов торговли, которых не коснулся режим самоизоляции, это продуктовые магазины, супермаркеты и аптеки, проходит не так, как обычно. Продавцы в масках и перчатках, а на полу разметка социальной дистанции. В принципе, меры здесь предосторожно соблюдаются. Дезинфекция кассовых зон и санобработка помещения. Также в списке новых обязанностей сотрудников торговли. Эти меры приняты для того, чтобы не допустить распространение вируса и поскорее вернуть жизнь в прежнее русло. Луиза Игазырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Самоизоляция, удаленная работа и дистанционное обучение. Из-за эпидемии коронавируса основная масса людей постоянно находится дома. И это повышает риски возникновения пожаров. Для того, чтобы режим самоизоляции прошел без происшествий, надо соблюдать элементарные правила. Луиза Игазырян напомнит, какие. 14 пожаров в жилом секторе, трое погибших. Такова статистика происшествий Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона за последние три недели. Причины возгораний – пресловутый человеческий фактор. В большинстве случаев к трагедии привело неосторожное обращение с огнем. Данный факт говорит о том, что граждане не всегда соблюдают требования пожарной безопасности в быту. Открыт огонь в виде зажженной спички, зажигалки, конфорки, газовой плиты, способны вспомнить любые бытовые вещи, приборы, бытовую мебель и тому прочее, все горючие материалы, находящиеся у вас в быту. Оставлять без присмотра нельзя открытый огонь, включенные электроприборы и детей, которые сейчас постоянно дома. Инспекторы госпожнодзора призывают провести с ними профилактическую беседу. Еще раз напомнить о правилах безопасности. Рассказывайте об опасности игр со спичками, зажигалками, храните их в недоступном месте. Покажите своим примером, как себя нужно вести, чтобы не стать источником опасности. Каждый ребенок должен знать, как вести себя при пожаре. В первую очередь он должен знать свой адрес, фамилию, имя отчества и свой номер телефона. Повторите эту информацию вместе с ним. А еще повторите номера, которые следует набрать в случае возгорания 101 или 112. И помните, пожар легче предупредить, чем потушить. Врачи призывают не забывать о донорстве даже во время пандемии. Кровь и ее компоненты нужны каждый день, в том числе и для борьбы с коронавирусом. Жизненно важный элемент понадобится пациентам с низким гемоглобином или ослабленным иммунитетом. Наша съемочная группа встретилась с добровольцами, которые, несмотря на самоизоляцию, совершают благие дела. Я уверена, что именно донорство передается из поколения в поколение. Виктория Федорова убеждена в этом. Ее бабушка Мария Яковлевна – почетный донор. Она поделилась своей кровью более 40 раз. Сейчас внучка продолжает благое дело и мечтает, чтобы ее дочь тоже пошла по их стопам. Меня берет гордость за свою бабушку. Я очень рада, что в моей семье есть почетный донор. Я, конечно, буду тоже к этому стремиться. Для меня это очень важно. Это для меня очень ценно. На станцию переливания крови Виктория впервые пришла 4 года назад. С тех пор это стало для нее доброй традицией. Сейчас, несмотря на эпидемию, она снова здесь, чтобы в очередной раз совершить тихий подвиг во имя других. Я сегодня сдаю кровь уже девятый раз. Я к этому подхожу всегда очень серьезно и ответственно. Ведь что может быть дороже и важнее человеческой жизни? И когда у тебя есть такая возможность помочь кому-то, это очень дорогого стоит. Сотрудники станции отмечают, таких неравнодушных людей, как Виктория, к счастью, много. Самоизоляция не стала для них препятствием. Поток у нас почти не изменился. Где-то от 10 до 14, до 15 человек ежедневно. Это, конечно, нам достаточно. И, в общем-то, мы очень довольны. И говорим еще раз низкий поклон донорам. Кровь нужна всегда. Заменить ее чем-то иным просто невозможно. Запасы жизненно важного элемента нужно пополнять каждый день, независимо от ситуации. На данный момент Люберецкая станция переливания крови обеспечена неснижаемым запасом плазмы. Анна Троян, Луиза Игия Зарян и Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Каршеринг попал в зону риска. Люберецкие полицейские задержали подозреваемого в краже деталей с арендованных автомобилей. Установлено, что 26-летний мужчина вскрывал машины каршеринга через чужой аккаунт мобильного приложения. В Котельниках и Дзержинском злоумышленник похищал рулевые колеса с подушками безопасности. Так он снял запчасти с семи иномарок. Общая сумма ущерба составила 315 тысяч рублей. Полицейские нашли подозреваемого через сайты купли-продажи, где по заниженным ценам он пытался сбыть украденное. В ходе операции при осмотре автомобиля задержанного изъято два рулевых колеса, четыре подушки безопасности, а также инструменты, которые использовались при совершении преступлений. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Стражи порядка устанавливают и местонахождение второго злоумышленника, а также причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям на территории Подмосковья. Оплатить услуги ЖКХ теперь можно не только онлайн. Для жителей округа вновь стали доступны кассы. Во всех ЖЭО, где принимают платежи, строго соблюдают санитарные нормы и следят за социальной дистанцией жителей. В комплекте с приветствием «Медицинская маска». Вместе с открытием кассы у сотрудников появилась новая обязанность – забота о безопасности посетителей. Начинают сотрудники всегда с себя. Кассир Людмила Подольская ежедневно в непосредственном контакте с жителями. Оттого и санитайзер теперь ее лучший друг. После каждого приема денежных средств я обрабатываю поверхность, предметы, с которыми мне приходится работать. Обрабатываю руки специальным средством после каждого прикосновения с деньгами. Небольшой дискомфорт, он не так страшен, ежели самое главное для меня, также для посетителей, для плательщиков здоровье сейчас превыше всего. Кассиры работают в одноразовых масках, меняют их каждые два часа. Для обработки рук и поверхности помещений используют дезинфекционные средства на спиртовой основе. Чистые и безопасны все ручки, столы и полки в отделениях. В залах начерчены линии социальной дистанции, а сотрудники следят за соблюдением правил. Ведь желающих оплатить квитанции по старинке много. У нас не подключена онлайн вот эта карта, поэтому мы с этим не сталкивались, необходимости не было. Маму все время заполняют. Старые закваски человек, он привыкл, наличные все. Привычный способ оплаты жилищно-коммунальных услуг Люберецкий трест вернул специально для удобства жителей. Поскольку от своевременного погашения задолженностей зависит деятельность всех управляющих организаций. Уважаемые жители, необходимо оплачивать коммунальные услуги, но при этом, если у вас нет возможности оплатить это онлайн, не выходя из дома, в связи с такой ситуацией, всегда наша касса открыта в определенные часы, но при этом берегите себя и принимайте все меры предосторожности. В Люберцах открыты 6 касс. Работают отделения в будни с 8 до 17 часов, в субботу с 10 до 15. Все вопросы можно задать сотрудникам Единой диспетчерской службы ЖКХ по телефонам, которые вы видите на экране. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми. На материальную помощь могут рассчитывать родители детей от 3 до 7 лет, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Пособия положены также семьям, имеющим право на материнский капитал и безработным гражданам, которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка. Сотрудники соцзащиты дали разъяснение. На каждого ребенка половина прожиточного минимума, то есть чуть больше 6 тысяч рублей. Эти деньги могут получить только семьи с низким доходом, которые воспитывают детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Подать заявление на эту выплату можно с июня этого года. Однако перерасчет на каждого ребенка произведут с 1 января 2020. К нам могут обратиться за этой выплатой семьи, у которых душевой доход не превышает на каждого члена семьи 13 115 рублей, начиная с июня месяца. Заявление, ну в связи с тем, что при такой ситуации, которая сейчас сложилась, заявление можно подать через государственный портал госуслуг. На помощь от государства могут рассчитывать семьи, имеющие детей до 3 лет, которые получили право на материнский капитал до 1 июля этого года. Выплата положена даже в том случае, если средства по сертификату полностью израсходованы. Эта выплата пойдет через управление пенсионного фонда. Она пойдет в размере 5 тысяч рублей. И выплачивается она будет только 3 месяца – за апрель, май, июнь месяц 2020 года. Но обратиться за этой выплатой в управление пенсионного фонда можно до 1 октября. И еще одно пособие – 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка могут получить родители, которые в период эпидемии коронавируса потеряли работу. Эти деньги в течение трех месяцев с апреля по июнь будет выплачивать Центр занятости населения. Луиса Егия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Почти месяц российские школьники осваивают дистанционное обучение, готовятся к экзаменам и выполняют домашние задания, не отходя от компьютеров. Наш корреспондент Анна Троян окунулась в мир виртуального обучения вместе с люберецкими учениками. Так начинаются дистанционные уроки у ребят из 4-го Д-класса. Любимое развлечение детей 21-го века – теперь неотъемлемая часть обучения в режиме самоизоляции. Под современные реалии пришлось подстроиться и учителям. Им пришлось освоить IT-технологии, чтобы увлечь учеников и доходчиво объяснить материал, не отставая от программы. Разделительный, мягкий знак. Правильно. Тимофей, следующее предложение. Думаешь, школьники совсем перестали учиться? В режиме онлайн грызть гранит науки – то еще развлечение. Дистанционное обучение позволяет не понизить успеваемость ребят и дает возможность учителям контролировать выполнение классных и домашних заданий. Пусть нежная бабень полуденной природы, где день душисти и красновелечивые воды, улыбку первую приветствую весны, сын пасмурных небес полуночной страны. Читать стихи перед камерой смартфона – уже в порядке вещей. А детскую энергию школьники выплескивают на зарядке между уроками. Сейчас к доске, конечно, никто не вызовет, однако ответить на вопрос учителя все равно надо быстро. Какая роль значит? Варя Козлова? Как бы увлекательно не было онлайн-обучения, обеим сторонам образовательного процесса стало гораздо тяжелее заниматься привычным делом. Учителя жалуются на то, что у школьников нет полного осознания присутствия на уроке. Очень сложно, особенно детей младших классов, собрать. Нужно приучить их, чтобы они работали с выключенным микрофоном, чтобы они слушали учителя, чтобы они друг друга научились слушать. С нетерпением ждут перехода в привычное русло и сами ребята. Ученики гимназии «Интерес» поделились этим на дистанционном классном часе. Ведь сидя дома пропадает один из самых главных аспектов. Ничего не заменит живого общения. Больше всего мне за время самоизоляции не хватало общения с моими друзьями. И лично тоже очень много вопросов. Прям вот уйма, мне кажется. Понятно. Я бы, наверное, с нетерпением ждал бы физкультуры, потому что я уже устал сидеть дома и хочется уже немного подвигаться. Несмотря ни на что, в условиях дня сегодняшнего можно увидеть и положительные стороны. За время самоизоляции мы успеем хорошенько соскучиться друг по другу и научимся радоваться мелочам обычной жизни. Анна Троян, Валерия Абсалямов, телеканал ЛРТ. Вот уже три недели жители России находятся на самоизоляции. В условиях постоянного домашнего режима приходится искать необычные интересные занятия, чтобы скоротать время. Наш корреспондент Луиза Егия-Зарян изучала соцсети, которые пестрят видео от самоизолированных россиян. Мойте руки, россияне, и сидите дома. Разошлите эту песню всем своим знакомым. Кто-то поет, кто-то танцует, а кто-то пользуется случаем и высыпается. Самоизоляция у каждого своя. Но рано или поздно лежать на диване и переключать телеканалы надоедает всем. Судя по соцсетям, большинство тех, кто остался дома, усердно занялись спортом. Только традиционный инвентарь пришлось заменить подручными средствами. Тяжелее дела обстоят у бегунов. Квартира для такого спорта – место слишком маленькое. В таком случае лестничная площадка вам в помощь. Все, что рядышком со мною, это все мое родное. Самоизоляция – самое время заняться творчеством. В основном рисовании и рукоделии пройденный этап. Девушке пришла пора наконец-то научиться делать макияж. Утром перед работой, ведь времени на это нет. Домашний режим испытаний не только для людей. Похоже, братья наши меньшие тоже совсем заскучали. Оставаться в отличной физической форме даже в режиме самоизоляции. Раскрывать себе новые таланты. Все это возможно, если смотреть телеканал ЛРТ. Для наших зрителей мы запустили два новых проекта – домашний тренер и активное долголетие для тех, кто дома. Следующее упражнение – то же самое, между тапочек вперед-назад. Также та же ходьба. То есть ее можно делать на квадратном метре, получить достаточно неплохую нагрузку. Теперь за творческими мастер-классами, познавательными лекциями, спортивными уроками и интересными собеседниками не надо никуда идти. Достаточно включить телевизор. Гладь моря – это большое зеркало, которое отражает небо. И как любая отражающая поверхность, она будет выглядеть немного темнее, чем само небо. Оставаться дома придется еще три недели. Но самые находчивые доказывают – даже в четырех стенах не скучно. Главное – найти себе занятие по душе. Чтобы вся страна Россия быстрее исцелила. Берегите себя и оставайтесь дома. Луиза Игия Зарян, телеканал ЛРТ. На этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте лрт.тв и в соцсетях. Оставайтесь дома. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова